МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продукция со славной вэфовской маркой известна во многих странах мира. Такая как спидуала. Это по-прежнему один из самых популярных транзисторных приемников. Завод-транзистор всю продукцию выпускает со знаком качества. Смогли бы так работать без своего цеха номер один, комбината питания? Смотрите и судите сами. А социологи уже подсчитали. За счет отличного общественного питания производительность труда увеличилась на 7-8%. Не все завтракают дома. И комбинат питания кормит их здесь, как говорится, без отрыва от производства. На конвейере перерыв. Можно перепустить в кафе-автомате. Здесь же, рядом с цехом. Завтрак не хуже домашнего. С пылу, с жару. С такой пирожковой никакой домашней кухни не сравнится. Пышки, блинчики, одних пирожков 15 видов. Неудивительно, что каждый день здесь бывает 2000 рабочих. Да, люди лучше трудятся там, где ощущают искреннюю заботу о себе. В цехе квазиэлектронных телефонных станций «Квант» продумано все. Поза монтажника, цвет стола, расположение рабочего инструмента. Рационально, удобно, красиво. Три обязательных принципа. На современном предприятии современным должно быть все. От рабочих мест до столовой. Производственное объединение ВЭФ – коллектив высокой культуры производства. Комбинат питания ВЭФовец – кавалер Ордена Трудового Красного Знамени. Это тоже производство, высокомеханизированное и автоматизированное. Скоро за столы зала комплексных обедов сядет сразу 800 ВЭФовцев. На кухне все готово, милости просим. У комбината питания ВЭФовец нет аналогов в стране, ведь его техническим оснащением занимались конструкторы и инженеры самого ВЭФа. Это автоматические контрольно-пропускные пункты. Любой обед – за 60 копеек. Опускаешь деньги – турникет пропускает в зал. Можно пообедать за наличный расчет. Или в кредит. Нужно лишь предъявить оператору заводской пропуск. Табельный номер зарегистрируют на перфоленте, а в конце месяца бухгалтерия произведет расчет. ВЭФовцам система нравится – удобно планировать бюджет. В будущем кредит станет на ВЭФовце основной формой расчета. Крахмальные салфетки, красивые приборы – это создает настроение и прививает вкус. Все три обеденных комплекса хороши. Выбирай на свой вкус. На кухонном конвейере тоже специализация, как в цехах. Те же плюсы – максимум скорости при минимуме персонала. Вкусно поесть приятно, но еще приятнее вкусно накормить. Время получения обеда – 50 секунд. Поэтому горячее не успевает остыть, а холодное согреться. Вкусно? Сейчас узнаем. Обед понравился. Спасибо поварам и ЭВМ. Это она спроектировала обед. Разработала около 1700 вариантов комплекса. Вот откуда такое разнообразие. Каждое блюдо встречается в меню не чаще одного раза в месяц. Подходит время обеденного перерыва и в монтажном цехе производственного объединения радиотехника. Ассортимент его продукции постоянно обновляется. Конструкторы стараются вложить в новинки весь опыт передовой технической мысли. А как обстоят дела с цехом номер один? Говорят, все дороги ведут в Рим. На производственном объединении радиотехника крытые галереи ведут в комбинат питания. Механизирована даже транспортировка туш. Вот это да! БК одной левой. С диспетчерского пульта управления можно контролировать работу всего комбината питания. Телевизионная установка позволяет быть в курсе происходящего и на кухне, и в зале. Получение комплексных обедов тоже автоматизировано, но иное, чем на веб-буксе. Вместо денег – жетоны и шесть вариантов комплексных обедов. Опустил жетон, конвейер двинулся и предложил тебе обед. Роль официантов выполняет автоматика. Комплексный обед – это и вкусно, и быстро. Заглянем в зал национальной кухни. За время обеденного перерыва можно попутешествовать по всей стране, отведать блюда разных республик. А на вэфе гордятся своим залом кавказской кухни. Волшебные чинахи, прекрасно купаты. Знатоки утверждают, что здесь цыплята табака не хуже, чем в московском ресторане «Арагви». Но здесь можно пообедать в кредит. «Я славлю белые клетки в курзамской кислой кваши». Жаль, что народный поэт Иммон Зедонис не воспел и кавказский суп «Овдух». А рядом пельменная. Техника пришла и сюда. Эту вкусную продукцию в пельменном цехе наштамповал автомат. Производственное объединение «Альфа» первенец электронной промышленности республики. Только что ему исполнилось 25 лет. И средний возраст работников 25. Здоровье нужно беречь с молоду. Об этом на комбинате питания «Альфа» хорошо знают. Поэтому открыли зал диетического питания. Здесь свой врач-диетолог. Профилактика проще лечения. И куда действеннее. Статистика показывает, в последнее время на «Альфе» даже хронические больные реже берут галлютени. Повара не только кормят, но и лечат. Изобилием овощных салатов тоже. Диетическим питанием на «Альфе» обеспечены все желающие. Его можно получить по абонементу, за наличный расчет. Многим предоставлены льготные путевки профсоюза. Чай. Это тоже целая аптека. А лекарственный тем более. Рабочие со своих огородов даже мяту приносят. Возьмите для нашей столовой. Все для человека, все на благо человека. Это наша государственная политика. Все чаще тяжелая и грязная работа ложится на опречи машин. На производственном объединении радиотехника применяются промышленные роботы. А с диспетчерского пульта управления и комбината питания современная техника помогает мгновенно связаться с нужным участком, будь то моечное отделение или кулинарный магазин. Расширение сети фирменных магазинов промышленных объединений предусмотрено в основных направлениях развития народного хозяйства страны. Говорят, можно купить все, кроме времени. Правильно. Время, сэкономленное здесь, бесплатное приложение к каждой покупке. И здесь, в магазине самообслуживания комбината питания «Импульс» производственного объединения «Коммутатор». Социологи считали, каждый из нас тратит на покупки около 300 часов в год. Почти целый отпуск. А сберечь его помогает свой магазин и свой стол заказов. Такой торт можно заказать на комбинате питания «Импульс». Кондитер – это и художник, только рисующий кремом. Его произведения всегда находят поклонников. Наставник молодежи, начальник кондитерского цеха «Импульса». Разве что птичьего молока не хватает. Но и оно есть. Разработана белковая масса «Весма». Она прекрасно заменяет традиционный крем. В заводском кафе «Майга» приятно посидеть с друзьями. А в блинной у самовара можно напиться чаю с медом, со сливками. После рабочего дня славно попариться в бане. У себя в оздоровительном пункте производственного объединения радиотехника. Нет, это не ресторан. Так выглядит кафе «Зодиак». А ведь, по сути, заводская столовая. Здесь можно выпить горячего бульона и отведать итальянской пиццы. Пицца недавно получила рижскую прописку. Сейчас будет готова. Простая лепешка, а внутри – целый ужин. Пицца хороша горячей, душистая, острая. Вот сколько у нее ценителей. На радиотехнике своя коптильня, оснащенная современнейшим оборудованием. На выпавце тоже своя коптильня и куры – гриф. И все идет на расхват. Можно не только отведать самим, но и купить для дома. Полуфабрикаты в богатейшем ассортименте. Откуда? Из собственных подготовительных цехов. На Альфе усовершенствовали электромясорубку и стали делать домашние колбаски. В передвижной контейнер и в машину. Крупные комбинаты питания снабжают полуфабрикатами, как, например, универсам Минск. Рижанам на стол и свой вклад в продовольственную программу страны. И снова ВЭФ. Современное инструментальное производство должно выглядеть так. Социальный прогресс на ВЭФе догнал технический и даже обгоняет его. Неудивительно, что за последние 10 лет текучесть кадров сократилась вдвое. А это кафе инструментального производства. Много сделано руками самих рабочих. А в своем доме и еда вкусней. Керамика в национальном стиле. Уют. Рабочий день подошел к концу. Заводская гардеробная. Согласитесь, такой порядок не у каждой хозяйки в шкафу. Очень удобно. Все под рукой. На ВЭФовце день японской кухни. На дегустации можно отведать экзотические восточные блюда. Похоже на театр? Тем интереснее. Легко ли вместо привычной вилки? Но лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Отварная рыба. Креветки. И, конечно, рис. Расширение кругозора. И своего домашнего меню. Ведь врачи говорят, однообразная пища не только надоедает, но и вредит. Будущее ВЭФовца. Совсем скоро свои двери на фотоэлементах распахнет новый корпус. Это своеобразный испытательный полигон. И для общепита, и даже для основного производства. В конструкторском бюро отдела главного механика, которым руководит Индулис Карлович Пога, разработаны эти конвейеры. А вот и хозяйка. Анелия Адольфовна Козловская. Руководитель комбината питания ВЭФовец. Кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. Заслуженный работник торговли и общественного питания. Хоровод тарелок. Конвейеры будут обслуживать манипуляторы. Они станут дозировать и суп, и пюре, и даже взбитые сливки. Идет отладка в зале диет питания. Здесь выховцы также смогут пообедать в кредит. Но система расчета более совершенна. А комплексный обед можно составить самому. Таков завтрашний день обычной заводской столовой. Пусть сегодня такая техническая оснащенность доступна не всем предприятиям. Но отношение к заводской столовой как к важному цеху доступно всем. И обязательно. Ведь каждый рабочий день за наш общий стол в заводских столовых садятся одновременно многие тысячи риджан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok